ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Напомню, что на прошедшей презентации Bethesda порадовала нас, помимо разных дополнений к таким играм, как TES Online и Dishonored, новыми двумя играми, которые выйдут уже в этом году. Это Evil Within 2 и новый Wolfenstein Новый Колос, про который я как раз сейчас хочу вам рассказать, так как целых 10 минут мне удалось с него поиграть на выставке, и, к сожалению, 5 из них были кат-сцены, часть которых вы, скорее всего, видели во время презентации игры, но тем не менее. Пациент очнулся, открыл глаза и понял, что жив. Ни атомный взрыв, ни ранение в живот не убили главного героя в прошлой части игры Уильяма Бласковица, а значит, в новом Колосе он также будет беспощадно уничтожать нацистов, чтобы понять, что вокруг, к черту возьми, происходит. Вступление в игру у меня вызвало дежавю. Стойкое чувство Metal Gear Solid 5 и Снэйка, который очнулся, и ни черта не понимают, что тут происходит. У Уильяма история примерно такая же, он полностью дезориентирован. Мало того, что башка отбита после прошлой части игры, так и передвигаться он может исключительно на инвалидном кресле каталки. Постепенно приходя в себя, мы понимаем, что находимся на каком-то корабле, который, само собой, именно в этот момент штурмует нацисты под предводительством какой-то обезумевшей бабушки. Из ниоткуда появляются как нацисты, желающие нас уничтожить, но элементарно расстреливаемые даже в сидячем положении, так и союзники в лице медсестры, приводившей нас в сознание после сна, и какого-то сумасшедшего детка-изобретателя, который периодически расщепляет противников на атомы каким-то электрическим полем. Весь пролог в игре, мы движемся и движемся наружу того самого корабля, чтобы своими глазами увидеть, как бабка-нацист увозит пленников из сопротивления и приглашает Уильяма Дефис, главного террориста режима, самого идти к ней в гости, дабы сдаться и скоропостижно скончаться, само собой. И, конечно, бабка-нацист заполучит нас в своей сети, так как Бласковец пойдет спасать сопротивленцев и упадет в ловушку, по пути расстреливая десятки нацистов из всевозможного оружия, которым славится, кстати, Вольфенштейн. Но уже сейчас видно, что игра будет действительно классная. Обилие сюжетных роликов, дополняющих кровавую баню, создаваемую Вильямом, даже за эти 10 минут позволили насладиться и динамикой игры, и сюжетом, и, в частности, его персонажами. Этими самыми роликами раскрываемыми. Уже в октябре мы с вами сможем в полной мере насладиться работой шведской студии Machine Games, и новая часть Вольфенштейна должна получиться ничуть не хуже своей предшественницы. Игра, кстати, делается на том же движке, что и последний Doom, Quick Champions, это уже так, вишенка на торте. Далее было еще три новых VR проекта, и если Skyrim не был чем-то совсем новым, так как моды для него уже были давно сделаны любителями для VR, то вот Doom и Fallout это нечто. Первым блином оказался Skyrim. То ли я его не понял, то ли он криво игрался, но мне совсем не понравилось управление. Да, это была та же игра. Да, графика в 3D кажется круче и реалистичнее, но использование оружия, точность его позиционирования оставляет желать лучшего. Порубил врагов мечом, сжег их огнем, проверяя магию, а затем постреляв еще и из лука, так и не проникся к данной модификации VR игры. Хотя среди трех игр именно тут элемент ходьбы сделан под классический приставочный манер с помощью стиков. Ходишь стиками, а направление задаешь поворотом головы. Это логично и удобно. Возможно именно Skyrim надо было дать больше времени на освоение, но увы, на каждый из VR проектов у меня было ровно по 5 минут. Второй VR игрой был Fallout 4, который демонстрировали уже не на PlayStation VR, а на HTC Vive. И вот тут VR действительно крутой. Вместо не совсем удобных PlayStation Move, более удобные контроллеры от HTC. Набегающих врагов также эффективно можно отстреливать из различного оружия. И в VR, кстати, нет никакой проблемы с его наведением. Выбор оружия, кстати, сделан также удобно. Прокручивать колесо мы можем одной из тач-панелей, расположенной на контроллере. И это также естественно, как и прокручивание колесика мышки или выбор оружия на обычном геймпаде. Так как представленный билд игры предлагал мне безграничный запас оружия и снарядов к нему, я сделал небольшой ядерный дождик, запулив в небо много-много ядерных бомб и наслаждаясь ливнем из них, пока они все падали вниз. На практике я точно понимаю, что те ощущения от VR игры, которые у меня были, передать довольно сложно. Это надо чувствовать. В Doom же были те же сомнения относительно динамики и экшена, но после Fallout уже было попроще. Движение по карте в игре реализовано с помощью небольших телепортов, плюс можно отскочить назад, толпы всевозможных демонов, черепов и всякой нечисти стали удобными мишенями для их истребления. Перемещение по карте происходит настолько быстро, что я сам порой терялся от этого. Можно было легко запрыгнуть за спину какому-то из демонов и щедро палить его плазмой. В итоге Doom и Fallout в VR произвели на меня действительно сильные впечатления. Та работа, которую ребята из Bethesda проделали для оптимизации игр для виртуальной реальности, заслуживает уважения. И скажу, что именно эти версии игр дадут возможность взглянуть на них совсем с другой стороны. Возможно, именно такие проекты сподвигнут больше людей купить себе тот же HTC Vive, хотя цена на него в Москве, например, составляет 59,999. На этом все. В ближайшее время я подготовлю перевод интервью, который мне удалось взять у Тима Уиллица, главы студии ID Software, который трудится в компании с 95-го года. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал. С вами был Андрей Сиротин. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok